Одежда для ведущих предоставлена магазином Монтон. Замерзающие стаи лебедей в Балтийске, тюлени на побережье Зеленоградска и цветущие деревья на Курской косе. Что принесла с собой аномально теплая зима и не погибнет ли в сегодняшних морозах обманутая природой флора и фауна. Калининградские спортсмены не будут участвовать в Сочинской Олимпиаде. Задем на нее отправятся сотни калининградских волонтеров, кому посчастливилось стать свидетелем исторического события. Главы районов хотят, чтобы на свой пост вернулся экс-губернатор Георгий Босс. Отчего хочет он сам? Украшения, которые женщинам руками трогать запрещено. Ювелирные украшения европейских мастеров покажут в Музее Янтаря. У калининградских мигрантов появится свой собственный дом, в котором есть все услуги от медицинских до юридических. Здравствуйте! Вы смотрите службу новостей город в студии Виолетта Гришина. Корреспонденты телеканала подготовили главную информацию о событиях четверга, 23 января. И теперь к главной теме выпуска. В Черняховске введен режим чрезвычайной ситуации. Почти 100 человек остаются без тепла. Синоптики прогнозируют усиление морозов. Сегодня в город для отопления нескольких домов привезли временную котельную. Местных жителей, в квартиры которых до сих пор не пришло тепло, уже переселили в гостиницы. Напомним, в начале недели в городе произошла крупная коммунальная авария. Больше 4 тысяч человек были вынуждены в прямом смысле спасаться от холода с помощью обогревателей. В Гуревском районе другое происшествие. Там люди остаются без воды. Уже в течение недели к ним приезжают специальные машины. Люди выстраиваются в живую очередь, чтобы заполнить свои канистры. Ремонт на водонапорной башне там продолжается. Коммунальные ЧП идут по всей России. По данным издания First News, в стране открыт сезон прорывов теплосетей. Только за 22 число в России за сутки произошло 10 крупных аварий на теплотрассах. Черняховск в том числе. Чтобы подобного не было, эксперты посчитали, что на ремонт теплосети стране необходимо потратить около 2 триллионов рублей. И в продолжение темы морозов. Синоптики обещают на этих выходных до минус 20 градусов. А ведь все еще вспоминают аномально теплый декабрь. Именно в этот месяц был сбит биоритом природной среды. Цвели земляника, роза и калина. Резкое похолодание привело к увяданию флоры. Окончательно запутались в природном цикле птицы и млекопитающие. В критической ситуации оказалась целая стая лебедей в Балтийске. Теперь их ежедневно подкармливают жители области. Дарья Вехлич узнала, не грозит ли стаи гибели, какие еще аномалии принесла с собой эта зима. Покрывшейся ледяной корки в Балтийском канале около сотни лебедей. В такой тяжелой обстановке птицы прибывают с начала недели. Сегодня званный обед им решили устроить сотрудники охраны природного мира. Для пернатых привезли около 15 килограммов хлеба. Специалисты констатируют, в этой ситуации виноваты вовсе не аномально теплое начало зимы, а сами люди. Скопление лебедей обусловлено еще тем, что здесь постоянно кормят подкармливать птиц. А там, где легкодосудность корма, естественно, все животные, в том числе и птицы, не погибают до последнего момента. И такая зимовка птиц повторяется уже не первый год, хотя обычно лебеди улетали в район Гданьска, где есть теплое течение. Теперь людям ничего не остается, как кормить пернатых и регулярно устраивать хлебные акции. В таких погодных условиях замерзла не только вода в канале, но и привезенный хлеб. Поэтому, прежде чем накормить лебедей, пришлось его в буквальном смысле рубить топором. Привыкших питаться хлебом и отвыкших добывать пищу естественным путем птиц ежедневно спасают жители Балтийска. Они уже привыкли к стае пернатых в зимний период и постоянно приходят на пристань. Ситуация нормальная. Все лебеди любят, никто их не стреляет. Вот, но все же, мне кажется, не хватает им нашей помощи. Поэтому, если возможно, попросить людей, чтобы они не оставались равнодушны к ним и по возможности приходили хоть к буханку хлеба. Плохо, что мало кормят, это другое дело. Это хорошо, что жители приходят, приносят, а так никто больше не кормит. Зоологи уверяют, для пернатых такие холода не страшны. Гораздо опаснее рацион питания ставших уже ручных лебедей. Именно он может сгубить не улетевших пернатых. Лебеди чаще всего страдают проблемами с пищеварением, именно благодаря тому, что люди закармливают их хлебом. Эта птица питается вместе с водой, она питается в воде. Наши специалисты в зимнее время дают животным овощи, фрукты, это смесь овощей и фруктов, это зерновые, все это дробное питание. Не менее килограмма в такое холодное время год. Правильным питанием нуждается и нерпа, поэтому кормить животное мясом зоологи строго запрещают. Напомним, тюлень вылез на берег Балтийского моря в начале недели. Все думали, что нерпа совсем скоро будет рожать. Но сотрудники зоопарка по внешним признакам определили, что это не самка, а самец. Животному следует обеспечивать покой, стараться не подходить к нему с собаками, не толкать его в воду, вообще не прикасаться, не подкармливать. По словам специалистов, в подобные аномалии природы не должны вмешиваться люди. Их помощь пригодится только в момент настоящей беды, которая произошла год назад, когда в районе рыбной деревни в Приголе примерз лебедь. На помощь ему прибыли сотрудники МЧС. У птицы тогда был отморожен хвост. После лечения лебедя отправили в Балтийск, и такие случаи могут повториться и в этом году. Синоптики прогнозируют в эти выходные понижение температуры до 18 градусов. Дарья Веглич, Екатерина Калиниченко, Служба новостей, город. О популяции диких птиц с наступлением холодов позаботились и сотрудники парка «Юность». Там появились десятки кормушек. Все они сделаны вручную и по-своему уникальны. Привлекают не только птиц, но и радуют глаз прохожих. С их появлением даже в будние дни прибавилось количество посетителей парка. Все они приходят покормить пернатых. Одни рассыпают хлебные крошки голубям, другие не могут пройти мимо кормушки, не положив туда еду. Многие уже переполнены кормом. Кто-то даже смастерил приманку из зерен. Кормушки – это, конечно, замечательно. Ребята молодцы. И мы, конечно, стараемся и заглянуть, что там есть, может что-то подложить. Очень хорошее начинание и вообще нужное. Кормушки развешаны по всей территории парка. Их смастерили школьники. Ну и к другим темам. В Калининграде полным ходом идет подготовка к Олимпийским играм в Сочи. Правда, готовятся не спортсмены. От нашей области там никто не участвует, а волонтеры. Сегодня туда отправится целая группа калининградцев. Многие из них знают несколько языков, как и наша героиня Кристина Карпова. Эту удачу студентка связывает именно с возможностью общаться на английском и французском, а еще с хорошим чувством юмора. Что еще помогло калининградке попасть в список тысяч претендентов, расскажет Ира Зубарева. Одной из тех, кому выпал счастливый билет на Олимпиаду, стала калининградка Кристина Карпова. Заявку она подала еще год назад и уже не надеялась на ответ. Но прямо накануне новогодних праздников ей пришло долгожданное письмо. На самом деле я еще не очень осознаю, что я еду туда, что я буду в Сочи буквально через несколько дней. Но, естественно, я безумно волнуюсь и переживаю. Чтобы попасть в число счастливчиков, Кристине пришлось выдержать интервью на английском, несколько тестов на знания истории Олимпиады и доказать наличие у нее так называемых олимпийских качеств – стрессоустойчивости, находчивости и умения выходить из конфликтов. Теперь она в лицо знает каждого члена руководства и уже прекрасно ориентируется в городе, где до этого не было ни разу. Где находятся олимпийские объекты, как они будут расположены, как до них добраться, где будут жить волонтеры, где будут жить все остальные, кто приедет в Сочи. Поэтому это колоссальный объем знаний, который нужно иметь уже при себе даже до того момента, как ты приедешь на Олимпийские игры. Проживание, питание и огромный опыт – все это волонтеры получают абсолютно бесплатно. Взамен от них требуют дисциплины и точных знаний. До самого отъезда им продолжают высылать новые книги, брошюры и карты города. Форму волонтерам будут выдавать прямо в Сочи. Но организаторы рекомендуют взять с собой дополнительные теплые вещи. Обязательно шапку и перчатки. Но самым важным окажется ваше знание иностранного языка. Поэтому в рюкзаке у каждого волонтера обязательно лежит словарь. В Сочи Кристина будет помогать в Олимпийском комитете. Рабочий день сложный – по 10 часов в сутки и всего один выходной в неделю. Для поддержки девушка берет в поездку давнего друга. Это мой талисман, его зовут Рауль. Я его тоже обязательно беру с собой, возьму с собой, потому что он принесет мне удачу. В Сочи Кристина пробудет почти месяц. Там же она встретит свой 21-й день рождения. А по возвращении ее ждет университет и любимая работа. Сейчас Кристина готовит открытие новой выставки современного искусства. Ирина Зубарева, Юрий Жуков. Служба новостей «Город». Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите. Главы районов хотят, чтобы на свой пост вернулся экс-губернатор Георгий Босс. Отчего хочет он сам? Украшения, которые женщинам руками трогать запрещено. Ювелирные украшения европейских мастеров покажут в музее Янтаря. У калининградских мигрантов появится свой собственный дом, в котором есть все услуги от медицинских до юридических. Ну а эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. Вы смотрите службу новостей «Город» в студии Виолетта Гришина. И мы продолжаем. Душевые, медпункт, пищеблок и двор для прогулок. Такие комфортные условия создали для калининградских мигрантов. Гвардейский открылся первый в области центр для их временного содержания. По данным Федеральной миграционной службы, спецучреждение рассчитано на 51 иностранца. Имеется также отдельное помещение для проживания семьи и комната для женщин. А в рабочий штат центра входят медсестры, юрист, фельдшер, повара и техники различных специальностей. Сегодня здесь уже проживает 14 иностранных граждан из Армении, Турции, Узбекистана и Киргизии. В скором времени по решению суда их выдворят за пределы области. Отметим ранее, мигрантов вместе с россиянами содержали в спецприемнике УМВД. А ведь только за 2013 год принято решение о выдворении из области более тысячи иностранных граждан. Семью Маркеловых под свой контроль лично взял глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Он же займется расследованием уголовного дела по факту халатности, которая привела к нарушению прав 12-летней девочки. В ноябре прошлого года мы рассказывали историю Насти Маркеловой. Она с 8 лет ухаживает за матерью-инвалидом, у которой ампутированы ноги. При этом в их квартире не было никаких условий для жизни. Сегодня по поручению Александра Бастрыкина Славск, где проживает прославившаяся на всю страну семья, посетил его помощник и заявил о безразличии местных чиновников, а именно об их неравнодушии к людям и невыполнении своих прямых обязанностей. Отметим, благодаря программе Андрея Малахова о семье узнали федеральные чиновники. За несколько дней жизнь Маркеловых перевернулась на 360 градусов. Мать отправили в санаторий, старые протезы сделали более удобными, а в квартире сделали долгожданный ремонт. Георгий Босс может вновь стать губернатором Калининградской области. Вернуться на пост его попросили главы городов и районов. Об этой и другие интересные новости вы узнаете в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Скрылся, не заплатив. В Калининграде разыскивают 34-летнего Игоря Свинцова. По сообщениям службы судебных приставов, мужчина является злостным неплательщиком алиментов. Он задолжал более 200 тысяч рублей. Все, кому что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить по телефону. 603-807 и 693-800. Время есть. Светлане Юлмасовой, о которой мы рассказывали во вчерашнем выпуске, все-таки дали отсрочку. Пожить в квартире она сможет до начала отопительного сезона 1 апреля. С таким решением новые собственники жилья и юристы завода Цепрус не согласны. Они намерены обжаловать его в суде. Стоять в пробках на границе больше не придется. Польские таможенники и пограничники теперь работают вместе. А такс-фри, система пропуска туристических групп, пустых грузовиков и другие уже полностью автоматизированы. Изменения вступят в силу в ближайшее время. Такими мерами планируют ускорить и облегчить прохождение российско-польской границы. Автовладельцам не оставили выбора. Законопроект о красивых номерах все-таки отклонили. Ранее любой мог рассчитывать на понравившийся ему номер для своего регистрационного знака. Правда, за такую привилегию пришлось бы порядком раскошелиться. 150 тысяч рублей и номера ваши. Теперь выдавать знаки будут только на открытых аукционах. Курсы валют на 24 января. Доллар США 34 рубля 3 копейки. Евро 46 рублей 10 копеек. Литовский лит 13 рублей 35 копеек. Польский злотый 11 рублей 6 копеек. Ювелирное искусство в СССР и на Западе. Дорогостоящие камни под запретом. Какими материалами пользовались авторы ювелирных украшений нашей страны и за рубежом в 70-е годы? Работы художников-ювелиров бывшего СССР, Англии, Испании, Франции и других стран представил музей янтаря. Гигантомания и любовь к дереву. Украшение, на которое когда-то был высокий спрос в нашем следующем сюжете. Этот медицинский катетер с обожженной бумагой внутри – настоящее ювелирное украшение прошлых лет. По крайней мере так о нем говорят музейные работники. Изделия этой экспозиции сложно назвать ювелирными украшениями повседневности. Скорее наоборот, для особых случаев все эти работы авторские и по-своему бесценны. Ювелиры легко сочетают инкрустацию металлом дерева. Многие работы, которые создавали авторы, можно использовать не только как украшение, но и в качестве предметов декора. Например, для туалетного столика. Завораживает изобилие материалов, которые можно увидеть на выставке. Кость, глазурь, акриловая краска и даже монтировка. Из деталей выставки – загадка авангардистов, браслет и антибраслет. Работать с серебром, золотом и другими драгоценными материалами в нашей стране до 90-х могли только ювелирные заводы. Художники, которые переходили тонкую грань закона, наказывались уголовно. Но такие ограничения не мешали их самовыражению. Частные фирмы и индивидуалы, мастера, авторы не имели возможности работать с драгоценными материалами. Поэтому в нашей стране они, с одной стороны, вынуждены были экспериментировать и таким образом уже находиться в авангарде ювелирного искусства. Асимметрия украшений, размышления на тему античности. Иногда гигантомания авторов шокировала модниц прошлых лет. В западных странах к ювелирному производству отнеслись более снисходительно. Поэтому в работах можно увидеть серебро, золото, а также роскошные камни. В шутку некоторые искусствоведы называют «произведение искусства выбирает нас». И поэтому кто кого выбирает – вопрос действительно очень сложный. У калининградцев осталось не так много времени. Выставка пройдет до 16 февраля. Стоимость билета – 170 рублей. Мария Калинина, Михаил Эльбаум, Служба новостей, Город. А на этом все. Если у вас есть интересные новости и вы хотите ими поделиться, звоните к нам по новому номеру телефона 555085. И я напоминаю, что все новости выпуска дублируются на нашем официальном сайте 1городской.ру. Ну а с вами была Виолетта Гришина. Всего доброго и увидимся на Первом городском. Одежда для ведущих предоставлена магазином «Монтан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова